Уважаемые друзья, приветствую, с вами Николай Мрачковский. Реально ли создать капитал, который будет приносить пассивный доход и сделать это с нуля? Евгений, приветствую. Слушай, ну, обратимся к истории, наверное, сейчас из проживающих инвесторов на планете, которые создали себе как раз пассивный доход, мы с тобой еще в видео Fire об этом говорили, да, я думаю, повальное большинство создало его именно с нуля. И вот история нам говорит, что да, кроме там Ротшильдов и же с ними, да, богатых семей, где деньги передаются по наследству, и можно сказать, что они создавали не с нуля, а уж российские-то инвесторы точно создавали большую часть, вот большая часть российских рядовых инвесторов все создавала с нуля. Но давайте вот на минуточку, сейчас в мире 47 миллионов долларовых миллионеров, это означает, что если бы надо было бы их всех распихать просто в один город, то нам понадобилось бы 4 Москвы, 4 Москвы просто заселить долларовыми миллионерами. Вот вы идете по улице, и каждый человек долларовый миллионер. Я считаю, что это огромное заплуждение, что инвестировать надо начинать тогда, когда у тебя будет какая-то солидная сумма. Вот тогда-то и надо задуматься об инвестировании. Мое устойчивое мнение, и оно с годами не меняется, я треть жизни занимаюсь инвестициями, наблюдая людей, которые с нуля начинают, потому что, как я уже сказал, скорее всего, большая часть начинает с нуля, кроме исключительных людей, которые успели там вовремя подсуетиться. Так вот, большинство находится в этом убеждении, что надо начинать, когда будет много денег. Так, а я считаю, что нет, начинать надо именно для того, чтобы у тебя было много денег. Именно для этого и надо начинать инвестировать. Я называю это эффектом финансового самозванца. Вы наверняка слышали про эффект самозванца, что человек не выкладывается и не реализуется в жизни, потому что это психологический эффект, тоже достаточно популярный, сейчас раскручено, о нем много говорят в Инстаграме, в Ютубе. Это, в общем, эффект психологический, когда мы недостаточно в себе уверены и думаем, что, ну, наверное, недостаточно хорош, чтобы об этом говорить, рассказывать, поделиться, помогать и, не знаю, там, работать по специальности. Мне вот еще бы получить там 8 высших образований, вот тогда-то я и начну помогать. И вот финансовый самозванец – это такая градация, можно сказать, самозванца, одна из граней, когда человек думает, ну вот я начну инвестировать, когда стану, условно, достаточно хорош. То есть я буду обладать достаточным капиталом, пройду достаточное количество курсов в интернете. Но это иллюзия, потому что вы начинаете инвестировать в тот момент, когда вы покупаете просто баксы себе на счет или швейцарский франк. Так, поздравляю, вы уже инвестор. Но как же это сделать с нуля? То есть вот хорошо, можно, допустим, человек решил, что да, это можно, не только олигархи. Как? Допустим, не только олигархи. Я считаю, что наш мозг так устроен, что он верит только тому, в чем смог найти достаточно конструктивное подтверждение. И если мы посмотрим, как мы получали навыки когда-то и преодолевали страхи, которые у нас были. Ну, например, человек боится прыгать с парашютом. Это абсолютно сильный животный страх. После того, как он первый раз прыгнул с парашютом и смог это преодолеть, совершенно точно многие предрассудки уйдут из него. Я не прыгал никогда с парашютом, но я могу сказать, я 12 лет назад получил дайверский сертификат. И с тех пор у меня 100 погружений в разные моря мира, во всяких я затонувших кораблях лазил, с рыбками плавал, с акулами и так далее. И убрал такое количество предрассудков по поводу того, что дайвинг это опасный вид спорта. Оказалось, что шахматы это более опасный вид спорта, чем дайвинг. То есть предрассудки многие уходят просто, когда ты попробовал это дело на вкус. И когда ты увидел сначала, а, при тебе человек погружается в море, и он вернулся. Потом тебе дают подышать кислородом, ну на самом деле смесью обычной воздушной, через регулятор. Ты узнаешь, что это вообще регулятор, что их два. Если один сломался, ты тут же достанешь второй, а рядом с тобой плывет еще один напарник. У него тоже регулятор для себя и для того парня. Потом ты узнаешь, что на самом деле большая часть предрассудков, например, что тебя сожрет акула. Акула это чушь, потому что акула жутко не любит булькающих, пахнущих резиной странных существ. Они вообще не похожи на ее биологический корм. И только в фильмах показывают, что акулы набрасываются и всех сжирают. И чаще всего под этим нет никакой основы. То есть я хочу показать вот этим метафорой с дайвингом, что на самом деле, задумайтесь, когда мы понимаем своей головой и слышим истории, которые показывают успешный исход того дела, в котором мы испытываем страх, в этот момент все встает на своих местах. Я считаю, что первое, что нужно сделать, это насыщаться историями, то есть читать истории и смотреть на людей, у которых это получилось. Вот я прям обожаю историю Ингибор Моц, ее зовут Ингиборга Моц, фамилия, конечно, не очень немецкая, хотя считается, что это немецкий инвестор частный, ей было 90 лет, она была, короче, домохозяйкой, воспитывала детей, и вот меня часто спрашивают, а вот пенсионерам можно начать инвестировать? Вот когда она начинала инвестировать, ей было 51 год, она открыла первый брокерский счет, стала покупать акции, выбирала достаточно, ну как сказать, достаточно, ну по-дилетантски что ли, казалось бы, компании, то есть брала просто акции перспективных компаний в сфере развлечения, медицины, там производства напитков, то есть Coca-Cola, Paramount, Columbia, Pepsi Cola, Chrysler и так далее. И вот что она делала? Она это делала на те деньги, которые у нее есть, во-первых, то есть она начинала с нуля, то есть у нее была пенсия и может быть какие-то небольшие доходы, и она никогда не продавала акции. Всегда полученную прибыль от инвестиций плюс 80% внимания от ежемесячного дохода вкладывала в новые ценные бумаги. Курт Деггерман, да, это была уже Швеция, он 30 лет, это, правда, ребят, форма отклонения, я не говорю, что так нормально, но сама его история вдохновляет, что на что способны долгосрочные вложения с небольших сумм, потому что если уж бомж шведский смог, то у вас точно все получится, у вас явно больше возможностей. Так вот, был шведский бомж Курт Деггерман, у него, по-моему, он более 30 лет жил на улице, собирал пустые пивные банки. И все свободное от поисков еды, одежды, время он тратил, в общем, на сборы этих банок, и он их сдавал. Все его там как-то даже звали Курт Жестяная Банка или что-то такое, у него была кличка среди его друзей. Но на вырученные деньги он покупал не выпивку и прочие прелести, то есть это был такой вот очень правильный бомж, как его знакомые, все они покупали выпивку, в общем, он инвестировал в акции лучших компаний Швеции, то есть это был настоящий патриот, то есть он не инвестировал в международные компании, в лучшие компании Швеции. Умер он, вот этот бомж-миллионер, он так и получил название в прессе, в 2008 году завещав свой капитал брату. То есть он себе так ничего и не купил, да, жилище? Да, вот это как раз из той истории, про которую ты говорил, он почему-то ничего себе не купил. И это был бомж, который инвестировал на деньги, полученные от сдачи пивных банок. Итак, давайте, помимо чтения вдохновляющих историй, конечно, нужно будет делать реальные действия. Чем быстрее вы начнете их делать, тем быстрее вы придете к ситуации, когда деньги начнут работать на вас и сложный процент начнет работать на вас. И прежде всего я бы хотел выделить историю с тем, что надо открыть брокерский счет. Это самый простой способ в нашей стране получить доступ к международным активам. Слава богу, мы можем не только в акции России инвестировать. Любой брокерский счет даст вам доступ к двум биржам. Московская и Санкт-Петербургская биржи. Московская работает преимущественно с российскими активами, а Санкт-Петербургская преимущественно с зарубежными активами. И вы получаете доступ к европейским и американским активам. Я рекомендую также использовать принцип Харвейкера 6 денежных шкатулок для того, чтобы постоянно находились деньги на инвестиции. Это означает, что вы все поступающие доходы раскладываете на 6 разных шкатулок. Это могут быть виртуальные шкатулки в виде разных счетов в банке или субсчетов. Это могут быть физические, если вы с наличкой работаете, физические шкатулки, куда вы откладываете деньги. Но это уже уходит все-таки в прошлое. И вот шкатулка номер один, куда следует откладывать 10-15% от денег, которые пришли к вам в семью. Это счет финансовой свободы или счет будущего. И это первая шкатулка, которую следует наполнить. Вот после того, как вы ее наполнили, следует купить какой-то актив. Выбрать через фондовый рынок, купить себе актив. Это может быть облигация, акция, фонд, валюта просто, швейцарские франки, китайские юани, японские иены и так далее. И делать это я рекомендую первые 2-3 года обязательно с частотой раз в неделю. Вот частота раз в месяц или раз в квартал недостаточно. Это все равно, что пытаться накачать кубики пресса, но делать тренировки раз в 3 месяца. То есть недостаточно. Здесь нужна регулярность, чтобы эта привычка встроилась в вашу жизнь. И вы время под инвестиции не отдавали под что-то другое. Потому что вначале, как с новой привычкой бегать по утрам, люди сбиваются и начинают куда-то отвлекаться. Это неправильно, некорректно. Что из материалов есть у тебя бесплатного, интересного изучить? Да, действительно, мы регулярно обновляем подборки инвестиционных инструментов, которые стоит обратить внимание именно в этом квартале. Даже не в этом году, потому что динамика такая, что мы живем в мире, в котором все очень быстро меняется. И в силу этого мы сделали небольшой PDF-файл, в котором, собственно говоря, делается обзор тех инструментов, которые, с одной стороны, актуальны во все времена, а с другой стороны, часть из них актуальна особенно сейчас. И к нему мы прилагаем подборку свежих дивидендных аристократов, дивидендных чемпионов, которые, с одной стороны, долго платят инвестиции, с другой стороны, делают на достаточно высоком уровне. Вот их можно будет скачать. Мы ниже под видео дадим ссылку. Скачайте, если не читали хорошая полезная книга, небольшая PDF-книга. Изучите. Евгений, благодарю. Всем удачных инвестиций. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...